Привет, это appleinsider.ru, меня зовут Наташа. Сегодня будем рассматривать новый макбук. Мечта многих девушек, потому что он очень красивый, легкий и компактный. Ну что, давайте приступим. Коробка, как мы видим, достаточно обычная, как для всех устройств компании Apple, а внутри нас ждет, наверное, какой-нибудь сюрприз от компании Apple. В общем-то, нет, все достаточно миолистично. Это сам макбук, пока его отложим в сторону, и кабель для зарядки, адаптер и небольшой конвертик, который содержит возможную инструкцию. Адаптер для зарядки выглядит как адаптер для iPad, и в этом конверте находится, я так думаю, что инструкция. Да, небольшая инструкция, потому что все достаточно привычно, я думаю, будет и знакомо. А еще, а еще золотые яблочки-наклейки, которые подарят новую жизнь моему холодильнику. Если мы посмотрим на кабель под зарядки, то увидим, что это USB-C разъем, чуть больше, чем Lightning, как называют у нас в офисе, немножко располневший Lightning. Давайте посмотрим на сам макбук. У нас он золотистого цвета, всего существует три вариации. Это Space Gray, золотистый и серебристый. Мне кажется, что золотистый выглядит наиболее привлекательно. Как мы видим сразу, то, что здесь нет посвечивающегося яблочка, зато здесь яблоко с зеркалом, то, что не может не радовать девушек. Самое главное преимущество этого макбука, это его тонкий корпус и вообще небольшие габариты. Если говорить о толщине, то всего лишь 13 миллиметров. Это действительно очень тонкий корпус, при том, что начинка здесь достаточно хорошая. Из недостатков мы сразу можем обратить внимание, то, что здесь очень мало различных разъемов. Точнее, он всего один, это USB-C, и для наушников тоже один разъем и два микрофона. В общем-то, все. Но эту проблему можно решить при помощи переходников, которых достаточно много. У нас тоже есть несколько. Например, такой с USB-C на обычный USB, и такой с USB-C на VGA на USB-C на обычный USB. В общем-то, можно найти и на HDMI, и на другие разъемы, поэтому, в принципе, это не проблема. Однако, то, что здесь всего лишь один разъем, это может доставлять некоторые неудобства. Но, если мы, опять же, вспомним про тонкий корпус, то поймем, что просто нереально было здесь расположить еще один разъем, тем более USB. Давайте уже, наконец, его откроем. Одним из преимуществ данного макбука является его трекпад, который работает по технологии Force Touch. Эта технология была представлена в сентябре прошлого года, как раз, когда нам презентовали и MacBook, и Apple Watch. И заключается эта технология в том, что при легком нажатии на трекпад вы делаете какую-то определенную функцию, определенную команду. Если вы нажимаете более сильно, то тогда выполняется другая команда. Например, мы можем это показать в браузере. Если вы нажимаете сильно на заголовок какой-то определенной статьи, то вы видите окошко, которое демонстрирует вам всю статью полностью, при этом не в новой вкладке, а прямо в этом же окне. То же самое можно делать с любыми другими файлами, фотографиями, документами. Вы можете вызвать предпросмотр просто с более сильным нажатием. Еще одним достоинством MacBook является его клавиатура. Несмотря на то, что она очень тонкая, самая тонкая и компактная, здесь мы видим полную раскладку клавиатуры. В нашем офисе разделились мнения по поводу того, удобна ли эта клавиатура или нет. Многие говорят, что к ней нужно долго привыкать, чуть ли не месяц. На самом деле я легко ко всему привыкаю, даже к этой клавиатуре, поэтому с легкостью могу написать любой текст. Единственное, что может быть, там, мизинец не попадет на кнопку Enter иногда, но не более того. Говоря об этой клавиатуре, стоит упомянуть то, что клавиши, кнопки здесь сделаны по особой технологии, которую разработала компания Apple. Она называется «Бабочка». Во всех других устройствах была технология «ножницы». И тогда, когда вы нажимали на клавишу, например, на ее крайнюю часть, либо на угол, то это нажатие не фиксировалось. Сейчас же, куда бы вы ни нажали на любую сторону кнопки, нажатие будет фиксироваться, и вы будете видеть напечатанную букву. Когда вы печатаете быстро, особенно слепым методом, и у вас нет возможности смотреть на клавиатуру, то это очень удобно, потому что вы можете там не заметить нажать на совсем на край этой кнопки. Это как бы не испортит вам текст, то есть все будет набрано. Еще одним новшеством данного устройства, которое не может нас не радовать, является качественный дисплей. Если в серии других ноутбуков Apple под названием Air пользователи отмечали как раз низкое качество дисплея, то здесь компания все доработала. Несмотря на то, что ноутбук компактный, тонкий, дисплей здесь просто превосходный. Разрешение его 2304х1440 пикселей, 12-дюймовый дисплей, выполненный по технологии Retina. Если говорить о начинке, то здесь установлен процессор Intel Core M, который применяется во многих ультратонких устройствах. Он очень энергоэффективный и быстрый достаточно. Работает он на частоте 1,1 ГГц. В данном MacBook в нашем 256 встроенной памяти. Вообще имеется две модификации на 256 и на 512. У нас младшая версия. Оперативной памяти 8 ГБ. Достаточно много, опять же, для такого крошечного, на мой взгляд, ноутбука. Графика здесь стройная, дискретной графики говорить смысла нет, потому что интегрировать ее было некуда. Поэтому на минимальных настройках в ту же Доту вы сможете поиграть, а вот о максимальных даже забудьте думать. Что касается результатов производительности в тестах, то в Geekbench наш ноутбук набрал 4000 баллов, что меньше, чем у MacBook Air 2011 года, который, кстати, здесь у меня тоже есть. Вот он. Вот наш новый MacBook. Давайте же посмотрим на их внешние, так скажем, показатели. Даже невооруженным глазом видно то, что новый MacBook, он гораздо тоньше, чем у MacBook Air 2011 года. Если взять эти устройства в руки и сравнить их по весу, то чувствуется то, что новый MacBook, он легче. К слову, он весит меньше, чем 1 кг. Мне кажется, что он весит меньше, чем моя чашка с чаем. Собственно, такие мои первые впечатления после недолгого знакомства с новым MacBook. Что я могу сказать? У него удачный дизайн. Он очень легкий, компактный, удобный для переноски. То есть, если вы часто путешествуете и хотите брать устройство с собой, то это идеальный вариант. Например, как я езжу на работу на велосипеде, в рюкзак, поехал в кафе, открыл. Смотришься красиво, все работает замечательно. Также из плюсов это новые технологии трекпада и клавиатуры. Ну и, конечно же, его качество дисплея. Из минусов здесь можно отметить маленькая мощность. Кстати, небольшое время работы аккумулятора. Как заявляют разработчики, это 9 часов. Однако при нашем плотном изучении ноутбук он продержался где-то 4,5 часа. Что, в общем-то, не суперрезультат. И еще хотелось бы отметить, я не говорила ранее об этом, что здесь плохая камера фронтальная. То есть, для звонков по скайпу, может быть, подойдет, но там различить какие-то нюансы ваш знакомый, ваш собеседник не сможет. Еще хотелось бы добавить о динамиках MacBook. Дело в том, что, наверное, здесь самый плохой звук из всех ноутбуков компании Apple. Он достаточно плоский, здесь нет шумов или каких-то сильных недостатков, но здесь не чувствуется абсолютно никаких низких нот. Даже если в MacBook Air с 2011 года там была хотя бы какая-то нотка басов, то здесь этого нет. Звук очень плоский и абсолютно не цепляет. Но он не хуже, чем у других ноутбуков, например, на Windows. Что касается стоимости, то в официальных магазинах цена нового MacBook составляет 89 990 рублей. Много это или мало, как всегда, вопрос. Я думаю, что для любителей всего модного, стильного, совершенного, последнего, компактного, эта цена будет приемлемой, ну, допустим, для той же золотой молодежи, которые любят сидеть в ресторанах, в аэропортах, листать лонгриды, слушать музыку, чатиться, переписываться в социальных сетях, иногда, наверное, работать. При этом они не сидят в офисах, стационарными компьютерами, наверное, не пользуются, а гуляют по парку Горького и работают где им удобнее. Такие люди оценят этот MacBook и будут готовы выложить эти деньги. Если же вы любите играть в мощные игры, если вы монтируете супер-видео на компьютерах и так далее, то есть вам реально нужна производительность и мощность, я думаю, что такая крошка просто не для вас. Чтобы подвести какой-то итог нашему видеообзору, хочу сказать, что мы продолжаем более детально изучать этот ноутбук, и в скором времени вы сможете наблюдать на нашем сайте и канале новые видеообзоры. Хочу поблагодарить компанию Apple Rus за предоставленный MacBook. Всем спасибо, следите за нашими обзорами и оставляйте, как всегда, ваши умные комментарии. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!